Константин, доброе утро. Андрей, привет. Ой, я думаю, ты не против, если я скажу пару слов нашим зрителям про проект Московской биржи Финуслуги. Ребята, многие мне сказали большое спасибо за то, что этот проект помог им подобрать более выгодный вклад в банк. Но я не буду сейчас мотать ваше время, просто ссылочка в описании и в конце этого видео подробная информация, «Как открыть банки-вклады по выгоде». А уже Константин вам скажет, выгодно сейчас открывать или обождать. Это уже сейчас от него мы ждем. Константин, что самое главное за две недели было? Ну, что у нас главное за две недели, кроме заседания Банка России? Ну, наверное, новости от Газпрома. Из интересного, из такого вот веселого. То, что всколыхнуло наше финансовое балло. А ты понимаешь, а вот я что хочу тебе перебить. А вы знаешь, вот такой градус температур, когда ты из сауны горячей на снег. Как раз перед этим новостью разогревали рынок, что вот Газпром, дивиденды, там я читал, телеграм-канал некоторые заплатят. А потом раз, из горячей сауны на снег. А вот знаешь, мне кажется, чересчур эмоционально отреагировал, ну, не с точки зрения котировок, там что там на 5 с небольшим процентов обвалился Газпром. Это даже не обвал, так, коррекция в нынешних условиях. Но с дивидендами, может быть, несколько опрометчиво решили тему в негативную сторону погнать. Потому что ведь Газпром, он у нас использует дивидендную политику. И чистая прибыль, она корректируется на дополнительные показатели из отчетности. Ну, то есть, там, исключают курсовые разницы, убытки, там, или доход от обесценения основных средств, ассоциированные компании тоже, там, это же консолидированная отчетность. В общем, если все, вот эти корректировки все взять, там, конечно, разные есть подходы, особенно, я так понимаю, по основным средствам, там, вопросы могут быть, как корректно это использовать. Ну, короче, если все эти корректировки взять, то корректированная чистая прибыль для дивидендов-то положительная, 724 миллиарда. Ну, вот сейчас и говорят, что Газпром может заплатиться на дивиденды, но это последний раз. А дальше, смотри, дальше начинается, это вот тоже спрашивает народ, у меня такое ощущение, помнишь же анекдот, какая вероятность встретить динозавра на улице, 50 на 50, встретишь или не встретишь. И здесь тоже, то есть, вроде бы, скорректирована чистая прибыль в плюсе, там, половину, не менее половины, опять же. Обращаю внимание, в дивидендной политике написано не менее 50%, не максимум, а не менее, то есть, потенциально Газпром может и 100% выплатить, если очень захочет. Но, если половину возьмем, да, то это 15 рублей 30 копеек на акцию, дивиденд, может быть. Дальше начинаются разные тонкости. Например, есть в дивидендной политике право для совета директоров снижать дивиденд, если отношение чистый долг и беда оказался выше 2,5. Он у Газпрома 2,96 по итогу 2023 года. Оп, значит, приехали. Могут, не обязаны, но могут снизить дивиденды. Совет директоров рекомендовать ниже, ну, или рекомендовать их не выплачивать. С другой стороны, какие у нас там есть еще ограничения? У нас же компания платит еще и... У нас российское законодательство работает. Там у нас РСБУ включается. Вот по РСБУ компания платит, если у нее чистая прибыль есть, или нераспределенные прошлых лет. Ну, там, в принципе, все нормально. Если за 2023 год посмотреть отчетность по РСБУ Газпрома, не за 2021 квартал, а 2024, где там что-то непонятное, там они почти полтриллиона убытка нарисовали, а за 2023 год, то у них чистая прибыль 696 миллиардов рублей. То есть, тоже, в принципе, укладывается в параметры дивидендов, да, и нераспределенные у них там 17 триллионов. И получается, что теперь вот вопрос. Заплатят, не заплатят? Но тут, опять же, не дивиденды главное в Газпроме. Дивиденды, понятно, там платят много, мало. Это один из факторов. А вообще, насколько компания удачно справляется с нынешней ситуацией, и как она вообще развивается. Такое ощущение, что там просто развиваться-то особо некуда. Газовые месторождения уже там в огромном количестве запущены, трубопроводы протянуты, ну там плюс-минус один трубопровод решит, не решит проблему развития, надо считать. Но вот если на динамику Ебиды посмотреть у Газпрома, она у него с 2011 года, ну там с 2010 даже, она болтается на уровне одного, двух с хвостиком триллионов рублей. Вот растет, падает, растет, падает. 2021-2022 год, это, можно сказать, были годы исключения, потому что там и скакнула цена на газ, она еще в 2021 начала расти во второй половине. И продажи тоже у Газпрома были большие, там у него Ебиды под 4 триллиона. Но если это принять как исключение, ну 23-й год, 1,8 триллионов Ебиды. Ну в принципе, ничего особенного, вернулись в свое болото, как обычно. Ну а ввиду к тому, что вот с точки зрения перспектив роста компании, ну тут вот вопрос. Стабильно газом у них еще и нефтяная составляющая есть, но там большая доля, раньше они разбивку давали, там была большая доля нефтепродуктов. Ну в общем, вот они вот в своей этой нише сидят, живут, сильно больше не получается, сильно меньше тоже не получается, так болтаются туда-сюда. Ну опять же вот в этом смысле, с точки зрения роста цены акции, вот большой вопрос, она вообще должна расти, или вот то, где она болтается, это нормально. Согласен. Вот ты сейчас сказал, большая доля неопределенности в том, да еще они на проект какого-то попросили финансирования, я помню, какой-то завод они строили, тоже у государства денег у них не хватает. И вот компания с такими большими количествами неопределенностями акции вряд ли будут стоить дорого. Ну и дешеветь вроде повода нет, потому что все так обычно. Да, согласен. И дорожать повода нет. Там вот про долг тоже начали обсуждать. Газпром же очень активно в конце прошлого года, в этом году выпускает флоутеры в огромных количествах. Ну долг, там 2,96 у них там чистый долг и беда. Ну окей, а в 2020 году у них был 2,6 чистый долг и беда. Ну то есть, если раньше брать период, там даже было меньше единицы у них. Но сейчас больше. Вот ты говоришь, там не хватает денег и прочее, субсидии хотят. Ну тоже, если вспомним, мегастройки там так или иначе какие-то были, тоже госинвестиции. Ну то есть, получается, согласен, да, компания вот она живет, она живет как жила. Перспектив больших не наблюдается. Ну паниковать тоже вроде как бы нет повода. Ну дивиденды, ну вот единственное, как это, светлое пятно, она тоже теперь неопределенности. Ну в общем, такая история. Не ужас-ужас, но поводов для супер большой радости нет. Тут скорее могут те, кто смотрит на Газпром, да, вот поиграться в рулетку, выплатят, не выплатят дивиденды и сколько выплатят. Потому что если, например, Сбербанк возьмем, да, он в ФНБ лежит. Там, чтобы в бюджет поступили деньги от Сбербанка, ну налоги на банковскую отрасль, там вроде пытались в 22-м году обсуждать, как-то отложили в сторону дополнительной. А так единственный вариант это дивиденды выплатят. То есть дивиденды попадают в фонд национального благосостояния, а дальше как раз там корректировки в законодательстве были, это считается доходом фонда, и все доходы, они перечисляются в бюджет, они не остаются в фонде. Ну вот, бюджет получит свои деньги. А Газпром, окей, там тоже доля государства, но в том числе там через Роснефтегаз эта доля присутствует. То есть оттуда еще надо будет поднимать дивиденды наверх. Ну, большой вопрос. Проще действительно было поднять НДПИ. Тоже не забываем, что операционная прибыль Газпрома, она стала отрицательной, но в операционные расходы входят налоги. И НДПИ для Газпрома подняли, и в 23-м году он там дополнительно 50 миллиардов в месяц платил. Ну, вот если сравнить с 21-м годом, то где-то получается, что в районе триллиона или чуть больше триллиона рублей разницы, ну вот по итогам 23-го, если смотреть, да, там 1 на 1 триллион получается в НДПИ. То есть Газпром на триллион больше стал НДПИ платить. Ну вот это забрали в бюджет. Так проще забирать. Захотят ли еще сверху добавить? Надо сказать, что бюджет первого забрали у Газпрома. И вообще история последних лет, как только какие-то недоимки или прочие, первый донор – это нефтегазовый сектор. И в связи с этим возникает вопрос, надо ли держать в портфеле большую долю нефтегазового сектора. Я для себя решил, что не надо. Вот если брать Газпром на Ватэк, я выбираю покупку сейчас на Ватэк. Ну слушай, логично, абсолютно логично. Но потом не забываем, что вот эта вся нефтегазовая история, она у нас подвязана к котировкам нефтяным. Они гоняют туда-сюда, плюс все эти санкционные ограничения. Ну в общем, короче, с перспективами именно новыми, большими вопрос. Ну в общем, живут. Ну да, и стандартно бюджет обращается всегда к нефтяникам. То какой-нибудь акциз поднимут, то с НДПИ поиграются, то расчетную цену на нефть, в принципе, кто мешает ее поменять. Да, алгоритм расчета для взимания налогов. Ну вот, Газпрому привет прилетел НДПИ на газ. С другой стороны, вот эти все цифры, они не такие большие. То есть бюджет дует осторожно, чтобы корова не померла. Нет, я охотно верю, если я сейчас куплю Газпром в долгосрок на 10 лет, то он будет и лучше рынка, и хуже рынка. Только насколько это все под контролем, а и насколько это будет предсказуемо, в какой момент это лучше, в какой хуже. В общем, как-то вот это вот, ну как вам сказать, как самолет, который вот бросил штурвал. Он будет то хуже, то лучше, ну... Слушай, ну вот ты говоришь как раз долгосрок. Золотые годы у нас акций, вот реально такой золотой век был, да, это с 2000 по 2008. Дивиденды тогда не платили особо. Основное все шло через, доход получали, да, мы через рост, плюс приток денег, там все хорошо, все замечательно, иксы рисовали. А 2008 уже началось после кризиса болота. Но, вот Газпром, у него, как и у индекса Мосбиржи, ну нет, не Мосбиржи, Мосбиржи в рублях, конечно, у индекса РТС там пик был цены весной 2008 года. Вот я посмотрел с 30 апреля по 3 мая, с 30 апреля 8 по 3 мая 24, что нам нарисовал Газпром. Он 30 апреля стоил почти 313 рублей, цена закрытия. И в пятницу он закрылся 155 рублей. Ну, в общем, понятно, что с точки зрения именно цены, динамики цены, ничего хорошего. Там минус 50 процентов, ну хорошо, длинный период, там в годовых минус 4,3 получается. Годовых, но все равно минус. Инфляция за этот же период 7,3 процента годовых. Индекс Мосбиржи ценовой без дивидендов удвоился, плюс 4,6 процентов годовых. Ну хорошо, мы же понимаем, есть дивиденды, все замечательно. Дивидендов Газпром заплатил почти 160 рублей за этот период. То есть, ну такая сумма-то приличная. И получается, что если с учетом дивидендов и реинвестированием этих дивидендов в Газпром, тем более он там когда-то падал, выходим в плюс. Плюс 41 процент или 2,2 процента годовых. Но это все равно ниже инфляции 7,3. А индекс Мосбиржи за этот же период вырос в 4,5 раза 9,9 процентов годовых. Отсюда мораль. Ты прав, да. Компании разные у Газпрома. Тем более, когда перспективы туманны с точки зрения роста цены акций. Большой вопрос. С дивидендами тоже не очень понятно. Могла бы дивидендная доходность перекрыть. Частично эту проблему с отсутствием перспектив. Поэтому сложно даже на долгосрок на Газпром делать какую-то ставку. Но только если у меня, как у инвестора, нет каких-то своих внутри в голове сценариев, что вот что-то произойдет, что именно для Газпрома окажется суперпозитивным. А, соответственно, вывод бросать бумагу, ну, тоже, может быть, там полностью про нее забывать не стоит, да. Полезна такая штука, как диверсификация. Ну вот, я тебе хочу сказать, что когда работал в Атоне, он там был в 38-м году, был 365, максимум 36, не помню. Потом снизился на 300, это уже было страшно. Это, ой, ой, как же так, Газпром снижается на 300. И тогда доллар был где-то в районе 28. Сейчас он 90. У меня немножко другая бухгалтерия. Слушай, в долларах там, да, в долларах. Поэтому такие инвестиции в гробу я видал. Вот, а теперь по поводу ЦБ. До свидания. Да, по поводу ЦБ. Слушай, вот по поводу ЦБ тоже очень такая любопытная история. В том смысле, что там первая реакция на рынке ОФЗ была коррекция. Потом немножко притормозили. Ну, окей, неделя, которая прошла, она такая празднично-рабочая получилась. То есть, первые два дня торговых, официальные выходные, там, профики особо не работали. Оставалось у нас там второе и третье. Поэтому в начале недели что-то там даже в ФЗХ пытались расти. В конце недели скорректировались. И вот это решение поставки и пресс-конференцию, ну, ощущение такое, что рынок ее воспринял, ну, как минимум, с некоторым флером пессимизма. То есть, вроде бы ЦБ стал жестить. Ну, жестить, потому что прошло голосование, когда про голосование поставки Набиулина говорила, то она отметила, что вот, смотрите, в этот раз, в прошлый раз был широкий консенсус по сохранению в марте. В феврале были отдельные голоса за рост. Отдельные голоса за рост вот опять в апреле вернулись. Это первое. Второе, что широкий консенсус. Решили, что снизилось пространство для понижения ключа. Значит, да, о, ты график вывел, клево. Это уже говорит о том, что настроения относительно марта немножко поменялись. Ну, дальше повысили, да, там, самая-то проблема была, это пересмотр среднесрочного прогноза, где повысили и оценку ключа на этот год, и на следующий, и даже ориентир по инфляции пересмотрели. Немножко вверх, ну, вернее так, на этот год он там, можно сказать, сузился, да, а на следующий год уже чуть приподняли. На конец года тоже подняли немножко ориентир по инфляции. Ну, то есть, получается, что вроде бы как бы ЦБ уже не так оптимистичен по снижению ставки. Вроде бы. Но если внимательно послушать пресс-конференцию, еще не опубликовали резюме, вот оно должно выйти у нас на, так, 13 мая, ну, то есть, уже скоро, 13 мая выйдет резюме поставки. Там как раз обсуждение будет и прочее, прочее. Но если вот посравнивать в динамике, а что у нас вообще ЦБ говорил? Не относительно марта, а вот возьмем декабрь, потому что мы же, у нас ключ повышали, 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 у нас в декабре ключ не меняется. Ключ у нас как был 16, так и остался. Первое. Относительно роста ставки. Ну, в принципе, на всех пресс-конференциях ЦБ всегда делал оговорку, что он смотрит за оперативными показателями и при необходимости снизит ставку, но не исключает ее роста. Ну, не было такого, чтобы ЦБ, на моей памяти, сказал вот за последней пресс-конференцией, что вот все, рост ставки не стоит в повестке дня. Всегда вероятность оставляют, но здесь ничего не поменялось. Жесткость рынка труда, она в декабре была. Дальше вроде бы прошло, с точки зрения риторики ЦБ, там небольшое снижение этой жесткости, потом она вернулась, и она остается на повестке. Ну, то есть, здесь тоже никаких изменений. Экономика растет быстрее ожиданий. Если посмотреть пресс-релизы и пресс-конференции послушать, с декабря экономика растет быстрее ожиданий Банка России. Ну, то есть, здесь, смотри, тоже нет изменений. Вот если на длинном, ну, относительно на таком длинном горизонте посмотреть, то здесь явного ужесточения риторики незаметно. Если на цифры взглянуть, там ситуация выглядит, ну, с моей точки зрения, более оптимистично. Текущие темпы роста цен снижаются, и Набиулина об этом регулярно говорит. Уже ниже 7% они ушли. Показатель. Инфляционные ожидания граждан снижаются. Тоже цифра. И, между прочим, в декабре инфляционные ожидания были на уровне 14,2%. А вот апрельский отчет показал 11%. Ну, пардон. Вы, на самом деле, по инфляционным ожиданиям... Сейчас, по-моему, они на нуле ниже 10. Вот я не смотрел, что у нас... 9,8, по-моему, сейчас. Что у нас там из самого свежего было. Да, ну, к тому, что вот здесь-то вроде тоже все хорошо, все нормально. Инфляционные ожидания падают. Сама инфляция... Ну, вот посмотрим отчет, да, у нас из-за выходных Росстат ничего не публиковал. Будет у нас 6 мая. Смотри, вот я тебя не обманул. Долгосрочное инфляционное ожидание на 5 лет 9,8. Это ты на 5 лет, это ты на 5 лет. А ЦБ, ну, он, конечно, тоже на все смотрит. Вот Инфом, он проводит опросы где-то обычно, по-моему, в середине месяца. Там предварительные данные выходят, потом уже к концу большие. Вот, он смотрит инфляцию на год. Ожидание населения по инфляции на год. И там, слушай, все... Ну, то есть, а когда у нас было 11? 11 у нас было как раз где-то в августе-сентябре. Инфляционные ожидания были на уровне 11%. А, слушай, такая у меня мысль, что рынок еще на какие-то сигналы вербальные, она была веселая, а сейчас все отметили, что она очень грустная. А знаешь, я еще на мартовском заседании обратил внимание, что она невеселая. И Заботкин невеселый. Заботкин обычно такой был бодрый. Ну, вот, кстати, в апреле Заботкин разговорился. Он про кредитную карусель вдруг заговорил. Ну, типа кредитные карты депозитов. Тоже, кстати, вопрос, да? То есть, кредитование растет, потребительское кредитование, потребительский спрос тоже на высоких уровнях. А дальше вот на пресс-конференции, неважно, что это по-житейски звучит, но ЦБ де-факто говорит, ну, смотрите, вот по кредитным картам может быть немножко другая причина. Не только траты, но вот такая история с использованием депозитов и тратами сейчас. А на самом деле, даже если мы про траты говорим, что у нас получается? Условно, если сейчас, в моменте, люди предпочитают активно тратить. Они тратят сейчас, они таким образом расходы будущих периодов переносят на текущие. Но в какой-то момент они упрутся в лимит, и это значит, что в будущем расходы у них сократятся относительно текущих. Ну, то есть, всегда кредит – это перенос твоих будущих трат на сегодняшнее время. Поэтому здесь тоже не очень я бы так разделял ястребиный взгляд рынка на то, что вот все плохо-плохо. Но единственный показатель – это инфляционное ожидание предприятий. Да, там они выросли до почти 20%, 19,9%, но это по опросам за март. И это инфляционное ожидание на три месяца. Тоже разрыв, да, там ожидание граждан на год смотрят, а ожидание предприятий на три месяца. Ну, здесь, если посмотреть, эти самые инфляционные ожидания, окей, они сейчас вышли чуть ниже уровней осени прошлого года, там они за 22% зашкаливали. Перед повышением ставки они были на уровне 16-17,5%. Ну, то есть тоже предприятия, они достаточно так смотрят всегда. Так они на земле стоят. Вот я тебе скажу, что мой друг, он работает в плане, как сказать, в плане всяких вот этих обеспечения инвалидов, аппутантов всякими устройствами на микропроцессорах и прочих, да. Вот, ну, на конечности, когда, сам понимаешь. Да, вот, и, короче, у них было порядка 80 миллиардов на этот год, они уже сейчас 80% бюджета съели. Такие могут быть у него ожидания при таком повышении, вот. Ну, ты понимаешь, что все, что написано, что это русское, на самом деле комплектующие, оно русское, да, его собираются здесь на заводах фазопедических, но все комплектующие приводятся оттуда. Ну, какие могут быть ожидания после этого? Да нет, слушай, тут еще прав, еще есть и другая сторона. Это те компании, которые ограничены в доступе к субсидиям, им приходится, ну, окей, либо вкладывать там свои заработанные деньги. Это одна история, ЦБ очень активно топил, что вот, компании вкладывают, инвестируют свою прибыль. Отставим в сторону этих ребят, а те, кто хочет побыстрее отодвинуть конкурентов с рынка, тут хочешь, не хочешь, нужно за счет кредита, а кредит дорогой. Да, старые кредиты, старые облигации по старым ставкам, они еще как-то помогают жить, а новые уже приходится привлекать дорого. Ну, не то, что там я стройку, лизинги посмотрел, не то, что там ужас-ужас какой-то творится, но компаниям тоже приходится, да, учитывать рост стоимости фондирования своего. Но, с другой стороны, если посмотреть, инфляционные ожидания предприятий, они были выше инфляции. Вот я за небольшой период брал, там, за 22-23 год, они стабильно идут выше инфляции и выше инфляционных ожиданий граждан. Ну, вот так вот. Поэтому, да, 19,9 это много, посмотрим, что там у нас по апрелю выйдет, но не так, чтобы прям вот ужас-ужас. То есть, не сказать, что риторика банка ужесточилась в сравнении с декабрем, когда было последнее повышение ставки, она не стала мягче, она немного ужесточилась, опять же, с учетом пересмотра среднесрочного прогноза, она немного ужесточилась относительно марта, но, там, февраль, март, в марте было чуть мягче, может быть, чем в феврале, поэтому здесь вполне могу допустить, что все вернулось опять как с Газпромом на круги своя. А цифры пока показывают нормализацию ситуации с инфляцией. Поэтому, ну, вот в таких условиях, там, до тех же длинных ОФЗ, ну, не вижу больших поводов для обвального какого-то падения, но и поводов для роста пока тоже нет. ЦБ уже, я так понимаю, максимально четко донес сигнал, вот когда все станет хорошо, тогда я займусь ставкой, все хорошо станет с инфляцией. Но все хорошо, это я так понимаю, что вполне может быть, что ЦБ дождется инфляции в районе 5-6 или ниже год к году, и после этого займется работой поставки. Опять же, логично, потому что у нас была прошлая весна, и это был период низкой инфляции, пик, всплеск начался с лета, ну, и ЦБ хочет дождаться, вот сейчас вот эта низкая база уйдет, и мы посмотрим, а что там летом, да, как летние месяцы себя ведут, а дальше начнут выбывать высокие летние месяцы, и у нас и годовая инфляция, если в этом году не будет ускорения цен, она тоже начнет приходить в норму. Да, я про инфляцию Росстата говорю, потому что, ну, пока ЦБ про нее тоже говорит. И в этом смысле какого-то повода для суперобвала ОФЗ пока нет. Так он уже произошел чуть-чуть. Ну да, он уже произошел, но я имею в виду для нового еще суперобвала дальше, там условно улететь куда-нибудь на 10-15 фигур вниз, незаметно. Естественно, что уж настолько тоже ЦБ всем много раз рассказывал показатели, на которые он смотрит, правда, на последней пресс-конференции сразу такой дисклеймер дал, что, ребята, это не жесткий список, он может меняться, ну, то есть вот мы вам дали показатели, на которые смотрим, но на самом деле мы просто так про них сказали, а в реальности мы можем передумать. Но по факту оперативные данные, они входят в периметр контроля ЦБ. И если у нас по оперативным данным будет ситуация ухудшаться, ухудшаться это что значит? Инфляция будет ускоряться, ну, жесткость рынка труда, предположим, она уже есть, да, там куда уже дальше ее увеличивать. Но кредитование потребительское не будет тормозить, хотя ЦБ уже так хитро сказал, да, ставка ставкой, но я вот макропродунициальные меры введу, чтобы притормозить потребительское кредитование. И автокредитование. Но введу, чтобы исключить риск финансовой стабильности, чтобы, значит, риски заемщиков не увеличивались. То есть так, вроде бы это приведет к замедлению, но обосновывает не тем, что мы хотим повлиять на объемы кредитования, а тем, что вот мы заботимся о финансовой системе. Вот, но если там будет продолжаться ускорение, там если спрос, дальше будет бить рекорды. Ну, здесь, конечно, в ЦБ придется задуматься. И при определенных условиях, конечно, может повысить ставку. Вопросов нет. А это значит, что если оперативные данные влияют, то рынок будет больше внимания на оперативку обращать и просто вырастет волатильность по ФРЗ. Я очень сомневаюсь, что он повысит ставку, потому что его деятельность предмет рассмотрения уже в Думе. И потому что, смотри, уже полгода, ну, как вот этот цикл идет. И если сейчас опять перезапуск этого цикла, то я боюсь кому-то там в ЦБ не жить. Слушай, дискуссионно. Ну, во-первых, ЦБ пока первые лица поддерживают в решениях. Во-вторых, ну, то, что я успел посмотреть, лизинги, да, им стало тяжелее, но живут. Застройщики с ними сложно из-за всплеска покупок осенью, пока дешевая ипотека была, но тоже пока живут. То есть, в общем, как-то худо-бедно справляются. Единственное, что может случиться при долгом периоде высоких ставок, это экономика начнет расти медленнее. Но, с другой стороны, ЦБ говорит, я хочу охладить экономику, я хочу, чтобы она двигалась сообразно своей нормальной траектории. То есть, здесь вроде бы тоже все по плану. Но когда я говорю про повышение, я не говорю, что повышение просто вот сейчас, вот такие условия, и ЦБ повысит ставку. Конечно, нет. Если у нас, наоборот, инфляция ускорится, уйдет там за 0,5-1% в месяц, ну, делать-то нечего будет ЦБ, потому что опять, значит, у нас разгоняется инфляция. Придется повышать ставку. И ввиду к тому, что, ну, раз все больше будут внимания на оперативку обращать, условно выйдет у нас инфляция за оставшийся кусок апреля и начало мая, там, пересчитают на год, а кажется, она низкая. Ну, тут повод задуматься, а, вроде еще лучше стало, то есть, может быть, ЦБ таки к лету развернется. Если выйдет хуже, значит, повод попереживать. Но пока ЦБ сам не скажет, что он будет делать четко и явно, что вот я, условно, не вижу на ближайшие полгода в повестке понижения ставки, или не вижу повышения ставки, или мы ожидаем снижения ставки тогда, или просто не сделает что-то с несчастной ставкой, вот. Все равно это все такое гадание на кофейной гуще, хрустальный шар, кстати, не взял с собой шарик показать, вот. И, значит, рынок просто будет дергаться туда-сюда, значит, от настроения, что вроде ничего, до настроения все плохо. И, ну, дергаться там сколько, волатильность, условно, для длинных бумаг 1-3, ну, может быть, даже при некоторых условиях 5%, ну, 1-3, это, значит, доходность там на 0,2-0,4 меняется. Это норма для длинных ОФЗ. Ну, вот, соответственно, где-то там будем болтаться там. Три фигуры туда, три фигуры сюда. То есть, до середины лета будем болтаться? Допускаю, да, что будем болтаться. Ну, это не пугает. Нам деньги, деньги должны нам подогнать нашим зрителям, чтобы они успели купить. Ну, да. Вот, кстати, алармистские высказывания, ужас нашего городка. Очень часто смотрю, что пишут наши зрители, вот один зритель написал, вы ничего не понимаете, сейчас искусственно сдерживают длинную ОФЗ от обвала, чтобы большие дядьки успели выйти. Ну, слушай, много мнений, много взглядов. Я, как это, я за плюрализм. Пусть каждый, это же прелестно, когда рынок, участники рынка, неважно, крупные, небольшие участники рынка, когда они думают по-разному. Если все будут думать одинаково, то мы либо не сможем продать, либо не сможем купить ничего. В общем, мое личное мнение, что ставка будет 14% в конце года. Вот так. Я остаюсь при своем мнении. Смотри, если говорить про ставку, делал я небольшой такой претендовый сценарий. Там же на оставшийся период поставил ЦБ ориентир по диапазону ставки 14,5-16%. Ну, 16, понятно, она 16 так и будет до конца года. А 14,5, в принципе, один из вариантов, это июньское снижение 15, июльское снижение 14. Ну, и средний мы получаем 14. Один из вариантов, там можно сценарий строить. Там же можно, условно, 16, 13 сделать и прочее. Вот при таком сценарии, если до 14 у нас ставка действительно падает, то получается, что у нас длинный ОФЗ, вот я 44 считал, вместе с купоном вполне себе могут нарисовать доход, недоходность, а в абсолюте 12-18% к концу года плюс. Это вместе с купоном. Ну, вот, как бы, пожалуйста, это, как бы, позитивный ориентир. Негативный, если 16 останется ставка, и еще и длинный конец подтянется вверх, там, до 15, например, доходности. Но здесь, с учетом купона, там, от 2 до 12% плюса. Но все равно плюс получается. Конечно. Ой, нет, ну, тут вопрос, у кого денег нет, там, у Алексея Бачеров там рассчитывает тоже всякие вероятности. Там, кто говорит, что сейчас вернется 95% по определенным, там, этим попадет, то есть будет выше, да, облигации будут выше, да. Но если люди поставили, как бы, уже на другой сценарий, они не могут воспринять сценарии более такие мягкие, да, они начинают ругаться на Алексея Бачеров. Нет, согласен. Подтвердить то, что у них в голове, им не нужно каких-то открытий. Вот подтвердите, тогда ты будешь хорошим аналитиком. Не подтвердишь, что ты так себе плохой аналитик. Ну, это нормально, сценарии, то есть разные сценарии, хорошо, круто, когда их просто воспринимают и на свою логику проецируют, там, согласен, не согласен, там, может, даже что-то корректируют. Вот, а самое главное, ну, вот, говори, там, с тобой 14, да, там, или 16 останется. Но, повторюсь, улетит инфляция вверх, вдруг, неожиданно, если, ну, тогда уже о 16, говорить, не придется, и там совсем другие цифры могут получиться. Ну, да, вот, рынок, неопределенность, все нормально. Да, да. Так, что у нас по акциям, кроме Газпрома? А то получается, как 97-й год. Наш фондовый рынок России – это Газпром. Слушай, ну, а больше по акциям я особо на прошлой неделе никуда, честно говоря, не смотрел. Опять же, вот эта скучная, банальная история со Сбербанком, который развивается, двигается, плюс в ФНБ лежит, и кроме дивидендов пока не придумало правительство, как прибыль Сбербанка в бюджет закачивать. Ну, вот, вот тебе история. Единственное, мне кажется, что вот эта вот ситуация с Газпром, она немножко в целом расстроила рынок. Коррекция индекса, которая такая небольшая, произошла, она как раз вот в целом, отчасти вызвана Газпромом. Ну, а больше пока... Там еще были часов Комбанк, еще там пошел немножко вниз. Ну, у Совкомбанк там же они хотят ХКФ долю брать и хотят это делать за счет доп. эмиссии. Ну, а доп. эмиссия – это размытие миноритариев. Ну, в смысле вообще размытие, ну, тут не очень здорово. Я вот удивляюсь, если помнишь, у нас айтишные компании, там, Позитив, Астра, которые выходили, когда появляются публикации, в том числе у них там какие-то новостные, что вот мы там для каких-то стимулирования сотрудников хотим доп. эмиссию сделать. И, естественно, акционеры расстраиваются. Вот почему-то забывают, что, в принципе, нормальная практика – хочешь сделать опционную программу для сотрудников в выкупе акций с рынка. Зачем тебе делать доп. эмиссию? Нет, конечно, доп. эмиссию круто, взял еще бумажек, нарисовал. Вот. И, в принципе, у нас компании же тоже наши, российские, выкупали с рынка, анонсировали, что для опционных программ они именно выкупают с рынка акции. Apple тоже недавно, ну, из не наших, да, объявил, что они там собираются выкупать акции с рынка. Ну, вот это нормально. Вот здесь бы еще немножко новые участники рынка, которые недавно вышли на IPO, переварили бы, осознали бы стандартные бизнес-практики. Ну, вообще, было бы замечательно. Между прочим, с позитивом тоже в Positive Technologies. Там же они не скрывали, что будут, ну, вот эта программа, и по мере роста бизнес-органического будет доп. эмиссия, это было записано все в документах. А тут один человек, не помню, кто из позитивов, выступал на телевидении, и об этом сказал, и это было подано как большой негатив, новость, новость, новость. Какая же эта новость, как об этом было давно известно? Ну, слушай, у нас такое сейчас хайповое пространство. Вот «Газпром» выпустил свою несчастную отчетность, бурлило все до вечера, а до цифр добрались единицы посчитать, что получается на самом деле, и как это выглядит. А там все пропало, кошмар, ужас. Ну, так и с позитивом. Документы есть, но их никто не читает. А вот ты сейчас сказал, что Сбербанк скучный. Сказал скучный, да, по-моему? Я сказал, что это скучная идея, потому что она банально... Вот много лет эта идея покупать Сбербанк, она периодически озвучивается много кем. Поэтому, ну, что здесь такого необычного, да? Что здесь такого? Да ничего. А надо ли покупать Сбербанк, если ты сейчас сказал такую фразу, вот они пока думали, как прибыль изъять, кроме дивидендов, но пока еще не придумали. Вот это слово «пока еще» меня убило. Да, это риск, но пока же не придумали. И самое главное, логика не очень понятна, как изымать эту самую прибыль регулярно. Но в «Газпром» НДПИ включили. Ну что, банкам НДПИ тоже НДПИ на деньги сделать? Не знаю. А самое главное, то есть, вот именно из Сбера, кроме налогов, ну, в общем, вот никак. С другой стороны, есть очень простой механизм. Там, если «Газпром» там еще нужно с «Роснефтегаза» поднимать деньги, то с «Роснефтегазом» прям «пест фру». ФНБ – бюджет. Все. Ну, что там заморачиваться тогда? Понятно. Что еще интересного было на рынке? Ну, что еще интересного на рынке? Рубль. Ой, давай, давай. Да, за прогнозы вообще ничего не скажу, но рубль у нас вырос. Улетел он у нас, доллар улетел под 92, как раз когда праздники закончились, но при этом выходная неделя и объемы небольшие, нефть при этом упала на 7,3%. Ну, в общем, любопытно, что будет у нас в мае. Там тоже Набиулина говорила, когда про валютную выручку, что из-за всех этих сложностей и ограничений там до двух месяцев лак с поступлением получается. Поэтому вполне может быть, что сейчас у нас пойдет валютная выручка, которая была февраль, январь, февраль, март, когда нефть была дорогая. Поэтому, ну, тут может реагировать рановато. Если говорить... Инаугурация президента, это же замечательно, что 7 числа, что рубль салютует ростом. Ну, слушай, я как-то вот такие вещи, они звучат красиво, но не связывайте. Я говорю, замечательно, что салютует. Ну, да. Это порыв души, а не то, что там кто-то что-то там... Ты меня неправильно понял. Ну, и, конечно, настойчиво-настойчиво Наталья Орлова из Альфа-Банка говорит, ждите, ребята, 105 на конец года. Да на здоровье. Да пожалуйста. 105 я буду тоже рад. Играть в это... Ну, то есть, ставить что-то сверху на это не готов. Как на, так и против. Сейчас больше в облигациях интересных тем есть. То есть, вот у нас следующее... Ну, вернее, не следующее, что там тоже 16-го начинается. У нас будет размещение АФК-системы, флоутеры будут выходить, и заявленные ориентиры по спреду 260 круоне и 240 ключу. Это при том, что у старых выпусков системы спред круоне 1,9%. Ну, не спред, а купон круоне плюс 1,9%. А тут понятно, что это все ориентир, и бабушка надо сказала, но, в общем, 2,6-2,4 снизит, наверное, но потенциально может быть интересно даже с точки зрения апсайда, если они не ужмут до старых уровней купоны. Евраза выходит тоже с флоутером, там у них ключу плюс 1,5%, а у Евраза флоутер вообще нет. Новое имя тоже может быть потенциально интересно рынку. В общем, есть на что посмотреть, кроме валюты. Ну, смотри, у нас система закредитована по самой уши. Если ставку оставят, как ты говоришь, очень долго или даже повысят, зачем мне покупать инструменты ТК... Сколько у них предприятий, 200, да? Я не помню. Слушай, там до системы, кстати, так и не добрался свести там их отчетность, посмотреть, но по ощущению, ну что, они вот МТС-банк сделали IPO, уже деньги в группе появились. Вот. Что нового на канале Тихие Деньги? Ну вот на канале Тихие Деньги как раз мы с тобой часть обсудили, я сделал несколько таких разборов, помимо Газпрома, это по ОФЗ, по риторике Банка России, что там происходит. Как это может повлиять на ОФЗ, как менялось и по линкерам, там тоже ситуация, на самом деле, более тревожная. Ты бы сказал, мы типа, может быть, пересмотрим уровень нейтральной ставки, нейтрального ключа, и вот здесь линкеры могут почихать. На следующей неделе у нас опять будет короткая рабочая неделя и опять разорванная торговая неделя. Опять пить. Опять, да, опять пить, но буду смотреть на систему как раз, попробую погрузиться в эту тему перед их выпуском новым, Евраз уже разбирал, и планирую посмотреть на RedSoft, тоже они анонсировали выпуск облигаций, параметров еще не видел, пока просто был анонс, что будут выходить бумаги. Вот появятся параметры выпуска, можно будет дальше и на отчетность глянуть, и на, собственно, условия выпуска, насколько они соотносятся с тем, что было раньше, и с рынком. В общем, пока какие-то такие планы. Все, спасибо большое за интересное интервью. Спасибо. Друзья, день добрый. Вот сейчас уже вечером у нас тут. Обычно у нас чаепитие, а сейчас кофепитие. Я расскажу, как получить повышенные проценты по банковским вкладам. Почему именно я расскажу? Ну, потому что вчера, надо сказать, что банки – это моя любимая тема. У меня больше всего банков. Я их больше всего анализирую, и больше всего портфеля банков. Вот поэтому вчера мне задали вопрос, там, где там вклад, куда положить. Я думаю, ну зачем же? Я вам расскажу способ, как получить больше процентов. Вот так. Ну, а завтра? Завтра я уже буду выступать в это время на РБК-ТВ с бабичем, поэтому лучше я сегодня этот видосик запишу. Так вот, до начала такая небольшая вводная, полезная информация. Почему-то многие считают, что если финансовый блогер, то обязательно должен втюхивать какой-то обман. Обман, да. А вот, допустим, есть финансовые блогеры, не будем их называть, которые хотят жить спокойно, и чтобы на их голову не полетел кирпич. Вот поэтому все, что они говорят, они и сами используют, и уверены на 99% в том, что это дело надежное. Ну, что у меня там было, да? Это Сбирджаз программа. Ну, шикарная программа. Мы с Артем Тузом пишем конференции через Сбирджаз. Дальше брокер Тиньков. Ну, извините, это при системе значим банки, которому не дадут упасть. Это на сайте ЦБ. Система значим банки. Ну что, отлично, надежно. Дальше два лидера в краудлендинге. Поток и Джетленд. Лицензия ЦБ и у одного еще акционера Московская биржа. Надежнее нету ничего, потому что мне ко мне обращаются мелкие компании краудлендинг. Говорю, нет, нет. Я не буду размещать информацию о вас, потому что не уверен в вашей надежности. Вот, поэтому сейчас я расскажу про надежный метод, как открыть счет банки и получить бонус или повышенный процент. Почему говорю? Потому что вчера на Телеграме, в Телеграме, вот именно, вчера спросил, нужно это? Да, это нужно. И оказывается, это интересно всем. На последнем заседании ЦБ поднял ставку до 16 процентов. Это, конечно, гробит экономику. Это понятно. Ну, надежда держать инфляцию. И пока такие хорошие ЦБ держат ставку 16, ну, может, будет 16,5, говорят аналитики, есть возможность вложиться по высоким процентам во вклад банковский. Вот. Я не агитирую за банковский вклад. Это всего лишь один из инструментов, не более. Но просто, если вы будете махать на бирже акциями, то получить эти 16, 17, 18 процентов в год, это задача нетривиальная, если рынок будет стоять на месте в этом году. И вот мы сейчас ищем интересные приложения по вкладам. Я смотрел на сайте Банки.ру, Сравни.ру. Ну, вот, очень интересно, 16 процентов, 16,2 процента в МТС банке на 6 месяцев. Это хорошо. Да? Ну, хочется побольше. Хочется 18,5, 18,8. И тут я вам расскажу, как надо действовать. Тут приходит на помощь портал финно-услуги Московской биржи. Портал существует очень давно. Кстати, Московская биржа. Московская биржа, это она очень надежная организация, которая прибыльная просто по определению. Там Центробанк, акционер 11 процентов, там Сбербанк, 10 процентов, там Веб, Веб банк, Веб, тоже 9 процентов. То есть, это очень надежные акционеры, и портал очень надежный. Ну, те, кто занимается страхованием, знают, что раньше через него активно страховки продавались. И через этот портал можно удачно выбрать вклад. Вот. То есть, можем сначала сравнить вклады, потом выбрать банк и получить бонус 5,5 процентов до новых пользователей. и серьезно повысить доходность. Максимальная выгода достигается при... Вот мне говорят, что вот, нужно вложить большие суммы, денег нет. Ну, во-первых, там и 10 тысяч очень часто. А во-вторых, максимальная выгода 300 тысяч. Вот максимальная. Дальше я скажу, что делать, если там миллион или больше. Вот, например, МКБ преимущество дает 18,5 процентов на 3 месяца. И по другим банкам тоже интересные предложения. Я сейчас покажу данные. Данные на 5 февраля, они совершенно не устарели. И вы видите, что таких ставок вы не найдете больше нигде. Напрямую в банках их нет. Все оформление проходит через портал этого финуслуги Московской биржи. И это позволит серьезно увеличить доходность. Еще раз, только для новых клиентов. Как воспользоваться этим предложением? Там, внизу, под видео, есть ссылочка. Замечательная волшебная ссылочка. Надо пройти по ней. Вводим параметры, выбираем вклад. Дальше мы должны авторизоваться через госуслуги и подтвердить заявку с помощью Тинькофф Айди либо Альфа-Банк Айди. Сейчас скажу, что делать, если нет у вас клиентов этих банков. Дальше вводим промокод, который есть внизу тоже. То есть, заявка, то есть, есть ссылочка, есть промокод. И вуаля! Получаем повышенную доходность. Это как для диверсификации, что все в акции деньги не хранить. Можно часть туда, часть сюда, часть сюда. Важное преимущество платформы, что вы можете один раз зарегистрироваться, дальше вы получаете доступ к различным продуктам. Я буду вам давать всякие ссылки, если вам интересно, конечно, там, страховые продукты, обучение на московской бирже, везде будут скидки. Еще раз, для тех, кто не успел записать, переходите по ссылочке внизу, выбираете интересное предложение, то есть, какая сумма желаемая, какой банк, до получения дополнительного бонуса вводите промокод, промокод тоже внизу есть, и авторизующий через госуслуги. Далее нужно подтвердить заявку через ID Тиньков или ID Альфа банка. Если нет, то можно вызвать представителя финуслуг, он приедет вас сфоткать в удобное место. Я так получал в прошлом году банку, карточку Тинькова. Ничего, приезжаю в этот же день или на следующий день, это ничего сложного. Ну и заявка одобрится ваша в течение 10 минут, после чего вклад будет открыт, и вы можете пополнить его удобным способом. Ну, например, через систему быстрых платежей или просто по QR-коду своего банковского счета. То есть, все очень быстро, эффективно и хорошо. Важно не использовать левую ссылку, а использовать те ссылки, которые есть внизу. То есть, ссылка и промокод. теперь о нюансах. Если денег у вас не 300 тысяч, я сказал, максимальный доход это 300 тысяч на 3 месяца. Вот, если у вас много денег, то просто выбирайте с наибольшим доходом вклад без бонусов. То есть, например, вот в дом ру тоже есть такой вклад без бонусов. и получается там очень хорошая доходность. 18,8. Так, это я сказал и это я сказала. Про бонус плюс 5,5% сказал. Важно не перепутать ссылки, сделать все по инструкции и таких вот условий вы не найдете в самих офисах банка.